Наверняка большинство телезрительниц с удовольствием сейчас смотрящих сериал «Султан моего сердца» ранее наслаждались великолепным веком. Тот был сериал, хотя и заявленным его создателями, как художественный, но на деле очень точно отражавшим историческую действительность, по крайней мере, что касается имен членов султанской династии, их приближенных жен султанов, их детей, казни и прочих самых важных исторических событий. «Султан моего сердца» проект русско-турецкий, но уже с первой серии видно, что его создатели сильно не старались соблюсти историю. И это только мягко говоря. Итак, начнем. Некоторые исторические факты, которые нужно знать, смотря этот сериал. Они дополнят общую картину и впечатление. Это было в реальности. Первое. Султан Махмуд II реально правил Османской империи в 1808-1839 годы. В 1839 году султан умер от цирроза печени. Второе. Махмуд II распустил корпус Янычар и держал курс на европезацию Османской империи. Третье. Имел отношение к убийству бывшего султана Мустафы IV, но тот был отнюдь не ангел. Он вступил на престол путем мятежа, а когда его хотели и через год свергнуть, и посадить на престол прежнего султана. Его двоюродного брата он приказал его Селима и своего родного по отцу брата Махмуда убить. Селим был казнен, а вот Махмуд спасся и его возвели на престол. Четвертое. Эсма султан. Такая сестра действительно была у Махмуда. Сводная сестра по отцу, и она играла определенную роль в Янычарских бунтах. Была той еще интриганткой. Она была выдана замуж за человека намного старше ее, но не на 30 лет, как Эсма сказала в сериале своей матери. Пятое. Салиха. Такая дочь была у Махмуда, но она родилась, когда тому было уже 26 лет. В сериале он говорит, что Салиха появилась на свет, когда он был совсем юм. Шестое. Спасение Калфой. Гаремом управляет Джеври Калфак, которая постоянно ходит в перчатках. Они рассказали, что когда-то она бросала мятежников, которые хотели убить Махмуда, горящие угли. Тем самым она дала время скрыться будущему султану, за что тот ей безмерно благодарен. В горящей угле они брали голыми руками и получали ужасные ожоги. Художественный вымысел. Первое. Никаких исторических данных о том, что у него был роман с русской свободной девушкой, вовсе нет. Она просто вымысел создателей сериала. Более того, в то время женщины в гареме в большинстве своем были не захваченными в плен. Это были свободные девушки. В гареме они учились, их обучали хорошим манерам. Второе. Хашьяр Султан не была матерью наследника престола. Да и наследника престола звали не так, как говорится в фильме. Третье. В сериале Султан Махмуд II рассказывает о том, как жалеет, что его дядя Селим III был свергнут янычарами и убит. Селим III, как он собирался модернизировать армию и провести многочисленные реформы в государстве. Селим III, его свержение убийства – исторический факт. Вот только он был не дядей Махмуда, а его двоюродным братом. Четвертое. Эсма Султан была не родной, а сводной сестрой, казненного бывшего султана Мустафы. У них были разные матери. Эсма родилась от неизвестной наложницы, поэтому не совсем понятно, за что она мстит Махмуду. Хотя в некоторых исторических источниках есть информация о том, что она имеет отношение к янычарскому мятежу. Она действительно поддерживала Мустафу IV. Конечно, это все очень малая часть исторических фактов и вымыслов. В дальнейшем будет новый видеоматериал на данную тему. А вам спасибо за внимание. Подписывайся на наш канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok